это наша фан-зона бар ресторан гараж площадь октябрьская 1 и рядом со мной наши друзья сайта причал неофициальный сайт днепропетровского днепра fkdniprom.com женя и саша я приветствую вас ребята какое у вас настроение накануне матча что у вас на сайте обсуждалось перед этим матчем и какие мысли о сент-энтьене саша начнем с тебя ну скажем после волыни было не очень хорошее настроение но думаю что сильно мы не должны расстраиваться и забыть поиски об этом матче а вообще ну настроение честно говоря примерно как перед интером может чуть больше оптимизма который можно объяснить как бы немножко другим уровнем команды но в целом опять-таки ажиотажа сильного нет к сожалению в этом году к лиге европы чуть меньше внимания чем в прошлые годы о причинах уже раньше или не будем на этом заострять внимание женя ты считаешь сент-этьен слабее интера до сент-этьен безусловно слабее интера это команда из другого чемпионата который сам по себе не такой сильный ну и все-таки интер это команду раме лиги чемпионов сент-этьен это где-то вот тут уровень на котором нам может быть даже комфортно интересно играть респонденты на вашем ресурсе в принципе какого мнения об этом матче чего ожидать разгрома ничьи или проигрыша какое настроение не но ожидают равного матча достаточно очень сильно зависит от того на самом деле к в каком составе выйдет нет потому что нельзя не зря марки ведь жалуются постоянно на вот эти проблемы это сейчас это вообще главная тема для разговоров вот вообще в каком виде днепр будет играть от этого очень много зависит потому что в принципе если брать боевые составы обоих коллективов то это примерно равные команды но это объективно то есть сент-этьен это все-таки чуть выше середняка ну учитывая уровня чемпионата и учитывая наш уровень будет мать я считаю что матч будет достаточно интересным но вряд ли он будет и вряд ли будут изобилие опасных моментов и скорее голов будет также надеемся что все-таки ворота нашего соперника но все-таки без ключевых игроков днепропетровский днепр будет в этом матче не будет ли повторение это там того же сценария как с волыни все-таки состав будет не такой как с волыни из ключевых игроков у нас не будет только ротани который дисквалифицирован остальные я надеюсь матеус играть мана матеусе уже как-то постепенно так учимся играть без него он был надолго и давно поэтому если днепр не забоится не будет держать уме эту статистику у нас у нас сейчас на сайте обсуждают что днепр во франции играть плохо это действительно так но иногда статистика это только статистика если днепр сыграет смело как сыграл с интером я думаю мы можем рассчитывать на какой-то позитивный результат в защите с интерьем далеко не безгрешен и свои шансы ловить мы можем ну прежде чем мы вернемся в студию резюмируя так сказать назвать результат спрогнозировать рискнете саша нет я думаю скорее будет ничья голов будет немного или 0 0 или 1 1 я больше ставлю на это ничья это страшно для нас они но почему страшно еще ответный матч впереди хотя он тоже фактически будет на выезде я считаю что не стоит сейчас драматизировать у ту же поражение от интера и возможно не выигрыш во франции это пока это ли это лишь старт и как показывают вообще вот эти все турнирные разборки все начинает решаться если ты не побеждаешь сначала то все может измениться во втором круге и там можно все еще наверстать я соглашусь ничья это довольно таки хороший для нас результат потому что сент-этьен потерял очки с карабаха мы будем бороться с французами за второе место и ничья на поле соперника это довольно таки неплохо и думаю что так она где-то и время наше заканчивается спасибо вам за ваши ответы что встретили здесь нашей фан-зоне надеюсь на дальнейшие встречи здесь бы ресторане гараж до новых встреч мы возвращаемся в студию